Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Безопасные и качественные дороги стали известны адреса реализации федеральной программы. До пенсии далеко. В одном из районов столицы закрылось единственное отделение Почты России. Молочные реки и кисельные берега. В столице Чувашии откроется ярмарка выходного дня «Молочный мир». Завтра, 15 февраля, в городе Сочи откроется российский инвестиционный форум, в котором примет участие делегация из Чувашии. Возглавляет ее Михаил Игнатьев. В планах участие в панельной сессии «Лучшие практики социально-экономического развития», в круглом столе «Здравоохранение регионов России», в деловом завтраке «Ментельхоз России», экспорт в стратегии развития АПК регионов и других мероприятиях. Ожидается, что будет подписан ряд соглашений. В Сочи находится и наша съемочная группа. О том, что будет происходить на полях форума, расскажут и покажут Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Смотрите нашу информационную программу. Величина прожиточного минимума в Чувашии снизилась. Для трудоспособного населения она составила 8719 рублей. Этот вопрос обсудили сегодня на очередном заседании Кабинета министров Чувашии. Величина прожиточного минимума рассчитывается каждые три месяца, в зависимости от средних цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги, а также расходов по обязательным платежам и сборам. И по сравнению с предыдущим кварталом, величина прожиточного минимума снизилась на 543 рубля. Это напрямую связано со снижением потребительских цен. Для каждой группы населения рассчитывают свой показатель. Величина прожиточного минимума за четвертый квартал 2017 года для трудоспособного населения составила 8719 рублей, для пенсионеров – 6716 рублей, для детей – 8365 рублей. В целом, можно сказать, что величина прожиточного минимума на сегодняшний день даже ниже. Цены на продукты питания, которые входят в потребительскую корзину, этот комплекс цен ниже, чем в первом и втором квартале 2015 года. К слову, величина прожиточного минимума в четвертом квартале 2017 года уменьшилась во всех регионах ПФО. Сейчас Чувашия по этому показателю находится на 11 месте среди регионов Поволжья. На заседание также внесли изменения в постановление Кабинета министров Чувашии об индустриальных парках на территории республики. Благодаря этому документу удастся ускорить и упростить получение земельных участков и снять многочисленные административные барьеры при реализации масштабных инвестиционных проектов. Земли будут предоставляться в аренду без проведения торгов. Напомним, что сейчас в Чуваксарах реализуется несколько проектов по созданию индустриальных парков в сфере промышленного производства и инноваций. Глава Чувашия Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с генеральным директором Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероникой Крашенинниковой. Известный политолог приехала в республику в рамках федерального проекта «Диалог на равных». Его формат – встречи со студентами, на которых проходят дискуссии по различным темам. Очень хорошая молодежь. И это значит, что и педагоги работают очень хорошо. И затем у нас была встреча с педагогами. И действительно, люди настолько болеют за свое дело, настолько они практически лично воспринимают успех. Глава республики подчеркнул, Чуваша сильна традициями в нравственном воспитании. А такие проекты дает молодежи новый импульс. И ваш приезд тоже один из инструментов для того, чтобы они осознавали свою ответственность, как нужно правильно жить эту жизнь, как нужно любить свою родину, как нужно уважительно относиться к старшему поколению, но и с любовью учиться по той профессии, которую они избрали. Строительство и реконструкция дорог, развитие транспортного комплекса Чуваша и повышение безопасности дорожного движения. Обо всем этом шла речь на пресс-конференции министра транспорта республики Владимира Иванова. Что уже сделано в регионе, что еще только предстоит, расскажет Рифат Фадкулин. Объем Дорожного фонда республики в прошлом году впервые превысил 5 миллиардов рублей. Этого удалось добиться во многом благодаря поддержке федерального центра. Только на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году ушло миллиард 250 миллионов. Ни одну копейку не потратили впустую. Появилось 95 километров новых трасс. Только в Чебоксарах удалось отремонтировать 27 участков дорог. Трудности, конечно, были, но в целом с задачами проекта справились. Следить за состоянием дорожного покрытия в республике продолжат. По проекту «Безопасные и качественные дороги» в этом году проинвестируем миллиард 461 миллион рублей. И будет отремонтировано 143 километра дорог. Хочу особо обратить внимание, что в Чебоксарском районе, к примеру, в этом году будет отремонтирована дорог на 250 миллионов рублей. И в Чебоксарском районе уровень нормативного состояния дорог поднимется до 70-75% по итогам года. То есть это прям резкий, серьезный скачок. В планах Минтрансы и масштабный ремонт Порецкого моста через Суру. Сооружения построены больше 40 лет назад, и капитального ремонта здесь не было ни разу. На этот год запланировано строительство низководного обладного моста. Начало строительства этого моста для того, чтобы можно было сформировать объезд существующего моста. И после того, как будет сформирован объезд, соответственно, начнется реконструкция уже существующего моста, который находится сейчас в таком сложном техническом состоянии. На этот год запланировано завершить оптимизацию работы столичного транспорта на стадии утверждения документ республиканского уровня. Основная идея этого документа планирования такова, чтобы закрепить существующую в республике транспортную сеть. Никакой революции мы не планируем, так как в целом сформирована системная работа по доставке пассажиров практически из любого населенного пункта. А у нас с вами транспортной доступностью обеспечивается 1700 населенных пунктов Чувашской республики. Изменения коснутся внегородских маршрутов, которые заезжают в Чебоксары. Их конечными пунктами должны стать только пригородные автовокзалы. Рифат Фаткулин, Сергей Адушкин, Республика. Молочные реки, кисельные берега. В столице Чувашии в очередной раз стартует ярмарка выходного дня «Молочный мир». О пользе молока можно говорить бесконечно. Кальций, который содержится в молочных продуктах, укрепляет и кости, и зубы. Царица Египта Клеопатра даже считала, что в молоке кроется секрет вечной молодости. Окунуться в молочный мир жители Чувашии смогут на ярмарке молока. Сметана, творог, кефир, простокваша. И, конечно же, основа всех этих продуктов – само молоко. Любителям полезной продукции прямая дорога к торговому центру «Шупашкар». Именно перед ним в эту субботу разольются молочные реки. Здесь можно будет попробовать на вкус здоровую еду, узнать ценности холейных продуктов и даже приобрести их. Волноваться насчет качества не придется. Продукция на ярмарке будет самая свежая и сертифицированная. В роли продавцов – местные производители. Участники данной ярмарки в обязательном порядке при себе должны иметь уже все документации, которые доказывают и подтверждают безопасность реализуемой продукции. Обязательно у них должны быть уже все сертификаты и сертификаты соответствия с контролирующих органов, например, Роспотребнадзор. Территория перед «Шупашкаром» выбрана не случайно. Именно она в прошлом году пользовалась популярностью среди жителей столицы Чуваши. В этом же году производители ждут всех любителей молочной продукции 17 февраля в субботу с 10 до 15 часов. Если же продукция окажется очень востребованной, то ярмарку планируют проводить каждую субботу вплоть до 24 марта. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика. Получить пенсию, забрать посылку или отправить письмо. Для этого жителям микрорайонов по улице Богдана Хмельницкого и Садовой в Чебоксарах приходится ездить на главпочтам. Единственное ближайшее к ним отделение почты закрыли. Ольга Пырочкина расскажет подробнее. Тамара Ивановна пришла на почту за пенсией и посылкой, но получить их не получится. Дверь закрыта. В объявлении сказано, в связи с ремонтом отделение переехала на проспект Ленина. Это адрес главпочтамта. Я посылку дала от брата и не могла получить. Надо ехать мне туда. Таких, как Тамара Ивановна, собралось много. Для пожилых людей почта учреждения необходимая, а дорога до главпочтамта не близкая. С улицы Богдана Хмельницкого до проспекта Ленина прямого транспорта нет. Даже если на ногах, я могу доехать опять с переставкой. Это надо 70 рублей денег платить. Это за пенсию съездить, потом телефона платить. Кроме того, через почту пенсионеры оплачивают коммунальные услуги, рассказывает представитель управляющей компании почти со слезами на глазах. 25% платежей поступали у нас от почты. Жители все высказывают нам. Так как работа у меня связана с населением, я должна выслушать, понять жителей. Когда местные жители обнаружили, что почта закрыта, выяснением обстоятельств занялся старший по одному из домов Александр Мочелов. Мужчина пытался узнать, надолго ли. Оказалось, что возможно навсегда. Информация, как говорится, неподтвержденная, но, как говорится, все уже знают в районе, что вместо этого почты в этом помещении будет и как. Увы, в Почте России информацию не опровергли. В связи с расторжением договора аренды, отделение номер 10 города Чебоксары переехало по новому адресу, на проспект Ленина 2. Мы сейчас занимаемся поиском помещения. Ряд предложений у нас уже есть. После окончательного решения будет проведен ремонт этих помещений. Соответственно, отделение вернется на новую площадь, где заработает штатным режимом. Я думаю, однозначно в апреле откроем мы это отделение. Конечно, новые отделения обещают в непосредственной близи от старого. Однако непонятно, почему поиском помещения занялись только сейчас, жалуются жители. Ведь о том, что договор аренды не продлят, было понятно задолго до того, как закрылась дверь. Надо было сначала решить с помещением для почты, убрать ее туда, а потом уже закрывать ее. Так или иначе, до апреля пенсионерам с улицы Богдана Хмельницкого еще минимум в два раза придется съездить за пенсией, столько же раз оплатить квитанции за коммунальные услуги и телефон. Так что лучшим подарком 23 февраля и 8 марта станет для них, пожалуй, транспортная карта. Ольга Пырочкина, Атнер Корсаков, Республика. Чувашская спортсменка Лана Прусакова уже в эту субботу стартует на Олимпиаде в Пхенчхане. Она выступит в самой молодой дисциплине фристайла – слоуп стайле. Дома в Новочбоксарске за нее будут болеть родные и близкие, да и вся страна с замиранием сердца следит за выступлениями атлетов из России. Привет, Лан. Ну что, как там Олимпиада? Ты уже в форме, да? По телефону и скайпу и так уже три года. Дома старшая дочь Прусаковых бывает от силы два месяца в году. Всю себя она отдает фристайлу, тренировки, сборы, соревнования. Сейчас Олимпиада в Пхенчхане. Лана Прусакова – юная 17-летняя спортсменка, заставляет серьезно относиться к себе самых опытных соперниц. К главному старту в жизни Лана шла, последовательно завоевывая одну за другой медали российских чемпионатов. Началось все успехи во фристайле с этой маленькой медальки. Это в Красноярске. Она ездила и в Красноярске она выиграла тогда спартакиады учащихся. А это уже все медали ее. Это Кубок России. Четыре этапа, если в год, то за три года набралось с Кубка России. Затем успехи на Кубке Европы. Но это тут звучит, как перечисление успехов. На деле был труд и нервы. Бывало, выступала и с травмами, и сотрясением мозга были, даже и память частичную потеряла. Когда я об этом узнала, у меня было такое настроение просто. Я ей позвонила и сказала, Лана, все, давай, надо заканчиваться с этим видом спорта, потому что это очень опасно, это не стоит, чтобы губить так свое здоровье. На что мне Лана сказала. Мамочка, все хорошо, я уже восстановилась, и я буду дальше продолжать. Я поеду на юношеские олимпийские игры. В 15 лет она была одной из самых молодых участниц на юношеской олимпиаде. Но, несмотря на возраст, Лана завоевала золото. Самый высокий, 77, да, что это? Высокая оценка. Причем самый высокий поставил, не русский судья. Ну, я в дороге был, и вот торопился, торопился, думал, успею. И там, не успел, в общем, я на телефоне висел, мне Лиза рассказывала, папа, там, наш Лана на первом месте. Алексей внимательно следит за успехами старшей дочери. Ведь именно с его легкой руки Лана попала в фристайл. Семь лет назад он решил привезти дочерей на эту горку и поставить их на лыжи. Тут ко мне подходит директор школы и спрашивает, папа, это ваши девочки катаются? Я говорю, да, мои. И что, говорит, давно катаются? Я говорю, сегодня первый день. Срочно, говорит, в горные лыжи отдавай. Особенно старшего, говорит. Она поворачивала, пыталась повернуть. То есть никто ее не учил, никто ничего не подсказывал, но она пыталась выполнить правильный поворот. То есть это тренер пытается это добиваться месяцами, годами от них это самое. А тут она решила. Но дело пошло не сразу. Горные лыжи, как говорит тренер, ей не нравились. На сборы не брали. И девочка решила оставить снежную трассу и вернуться к баскетболу. Мы пришли вещи забирать, а тут Никита Валерьевич. Ладно, говорит, давай попробуешь на трамплинах прыгать. Попробовала и вроде как начало получаться. Случилось. Старшая дочь Просаковых начала добиваться первых успехов в слоуп стайле. Средняя Лиза выбрала для себя большой теннис и тоже штурмует первенство Чувашии в этом виде. А младшую Олесю отдали в гимнастику. Спортивная династия. Ведь и папа Алексей в прошлом легкоатлет. А мама во всем поддержка и опора. Когда она родилась, мы пошли до года в больницу к врачу. И нам врач сказал, что у нее очень гибкие суставы. И ей очень хорошо было бы заниматься гимнастикой. Почти в таком же составе семья и друзья соберутся 17 февраля. Только на экране будет не шорт-трек, а фристайл. И в главной роли для них дочь Лана. Я точно в тот день не поеду на работу. Это однозначно. Лиза не поедет учиться в технику. Олеся не пойдет в садик. Мы все будем болеть. Мы все будем дома. Чисто следить за этими соревнованиями. Даже несмотря на время суток. По Москве квалификации посло обстаяло. У девушек начнутся в 4 утра. Ведь нашим атлетам на этой Олимпиаде, как никогда ранее, нужна поддержка родных и болельщиков. Ирина Волкова, Мальвина Петрова, Андрей Спиридонов. Республика. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы Республика. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чувашия» уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова